Далее, коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике Дайджест. С допросом мужчина сознался в содеянном. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года в колонии строгого режима и денежного штрафа. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Пермскому краю. В следующем году компания «Лукойл Пермнефтепродукт» прекратит свою деятельность. Управлять сетью АЗС в Пермском крае станет ООО «Лукойл Уралнефтепродукт», головной офис которой находится в Уфе. Решение о реформировании структуры сети АЗС было принято ради возможности управлять розничной реализацией топлива из центрального офиса. При этом сокращение сотрудников работающих компаний не планируется. Автовладельцы Перми и Крайни на шутку заволновались. По их мнению, после реорганизации качество услуг на самых распространенных краях АЗС может упасть. Представители компании «Лукойл Пермнефтепродукт» эти слухи не комментируют. Напомним, сейчас компания управляет шестью нефтебазами и сетью из 327 заправок в Пермском крае, Удумуртии, а также Свердловской и Кировской областях. На территории нашего края действует региональное управление, в подчинении которого находятся три нефтебазы и 126 АЗС, сообщает сайт 59.ру. Наш город начинает отмечать свой юбилей. В череде ярких мероприятий Дворец культуры «Мечта» совместно с модной студией «Крейзи» и Молодежным парламентом «Кунгура» организуют и проводят модное танцевальное шоу для всех кунгуряков. Показ молодежной одежды, вокальные и танцевальные номера от лучших коллективов города, а также зажигательная дискотека с участием диджеев. Все это пройдет под открытым небом на главной площади города в эту субботу, 26 мая. Старт мероприятия в 19.00. Приглашаются абсолютно все, независимо от возраста. Будет очень интересно.